Бензи! Мы все любим Бензи! 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 Играет все! Физкульт! Привет! А-а-а! Ой, нет-нет-нет, не спешите выключать ваши телевизоры, это не спортивный репортаж. Это программа, ой, играют все, и я ее ведущая Кристина. Сегодня в программе о спорте-мир, в том числе мир игровых приставок. Ликбез – сильнее, выше, быстрее. Шпиль-клуб – трус не играет в хоккей. Глаз народа – парад чемпионов. И, конечно же, наш марафонский телесериал. И раздача слонов! Чтобы тело и душа были молоды, закаляйся, как сталь. А процесс закалки у нас происходит вот так. Терминатор 2 Наступил судный день. И вновь с нами бесстрашный терминатор. Жизнь Джона Коннора, будущего военачальника человечества, в опасности. В общем, включайте приставку и внимательно следите за стрелками. Они укажут вам путь к мальчику. Теперь вы – терминатор, то есть почти Арнольд Шварценеггер. Но в отличие от киногероя, в игре у вас будет целых 5 терминаторов. Конечно, не сразу, а по очереди. То есть вы получите 5 жизней. Битва за будущее начинается сегодня. И от силы ваших стальных мускулов зависит судьба человечества. Непрерывные схватки – вот с чем вы столкнетесь на нелегком пути. Поначалу силенок будет маловато, и вам не стоит связываться с мотоциклистом. Он пока не уязвим. Но со временем и вы оседлаете железного коня. Тогда держитесь в ранее. А когда к мощным кулакам добавится серьезное оружие, тогда вообще дрожите. Эй, терминаторы, вперед! Топ-ган Топ-ган – совершенное оружие, и управлять им должен совершенный человек. Игра для тех, кто мечтает сесть за штурвал самолета. Настоящий истребитель с настоящими приборами перед вами. И, едва взлетев с авианосца, вы ввязываетесь в жестокую схватку. Только успевай сжать на гашетку пулемета и выпускать ракету. Вам предстоит разгромить вражеский авианосец и уничтожить вражескую базу. Задать жару космическому кораблю противника. А для этого, подскажу, нужны самые мощные ракеты – Т-33. И, наконец, не забудьте, в конце уровня вам обязательно придется мастерски посадить ваш боевой самолет на авианосец. Но здесь вам поможет бортовый компьютер. Впрочем, так же, как и с дозаправкой топливом. И если вы выполните все четыре миссии, вы почувствуете себя настоящим героем. Топ-ган – игра для настоящих героев. Это была закалка для восьмибитных приставок. А те, у кого мускулы, то есть процессор мощнее – вот такая закалка. Wild and Wrecky Spots Действительно дикие спортивные соревнования. Великолепные и давно знакомые нам атлеты – Басте Бани, Бэпс Бани, Плаки Дак и Дизи Дэвин. Цели у них и мотивы разные. Басте Бани просто уверен – он лучший спортсмен. Бэпс поражает своим артистизмом. Блаки Дак не прочь заработать денежек на соревнованиях. А Дизи – тот мечтает и стратит все призы на проведение веселых по-настоящему диких вечерин. Что же дикого в этом спорте? Ну разве не дикость бросаться в мишень мороженым, метать блюдце или превращать соперников по фристайлу в снеговиков? А потом, что и есть силы лупить молотком по наковальне? Впрочем, игра откроет для вас еще много сюрпризов. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И все-таки не могу сказать о своем любимом виде спорта. У вас будет великолепная возможность поплавать. Правда, в неприятной компании кулы. Вы еще сидите немедленно на стадион. Вас ждет сумасшедший спорт. Прекрасные слова. Главное не победа, а участие не для нас. Ведь шпиль – это человек, который хочет быть первым и лучшим. Именно поэтому для настоящих шпилей – шпиль-клуб. Хоккей В хоккей играют настоящие мужчины. В этом я убедилась, когда столкнулась с этой миленькой спортивной игрушкой. Поначалу пришлось трудновато. Но шаг за шагом, и я все больше входила во вкус, и шайбы в ворота соперника посыпались, как из рога изобилия. В вашем распоряжении прекрасные хоккеисты. Только научитесь ими хорошенько командовать, иначе проиграете. Игра хороша многим. Во-первых, шпилить можно как вдвоем, так и против компьютера. Во-вторых, ну просто потешная музыка и забавная графика. Ну а самое главное – это возможность стать победителем в честной борьбе. Ведь спорт – это классно, честное слово. Эх, жаль, зима прошла, а то взяла бы коньки, клюшку и накаток. Эх, и показала бы класс, как эти вот хоккеисты, например. Смертеги просят. Ну покажите Сегу, ну покажите Сегу. А мы в ответ. Ну пожалуйста. НБА Джем Кто не слышал слов NBA – это фантастика. А вот Сеговская НБА Джем – это фантастика вдвойне. Необыкновенная графика, потрясающий звук и незабываемая игра. Все как в настоящем баскетболе. Выбирайте свою команду и на площадку. Каждый игрок – это суперзвезда. У вас есть шанс попасть в число таких звезд. Ведь вначале вы внесете в список свое имя. И компьютер после игры оценит ваше умение бросать, давать точный пас и подбирать мяч под своим кольцом. Я хотела бы дать несколько советов. Если решились на дальний трехочковый бросок, подойдите сразу же после него к кольцу. Попасть непросто, а вот мяч потом можно подобрать. Старайтесь не терять соперников, когда защищаетесь. Иначе вы увидите, что такое их коронные броски. И как в настоящем баскетболе, следите за временем атаки. Иначе оно пройдет и мяч у вас отберут. Увлекательнейшая игра, за которую вы проведете не один час. Ведь кто не мечтает стать чемпионом НБА? Паники Супер Нинтендо собрались на стадионе. То есть у экранов. Верно? Тогда стартуем! Хорошо. Ты ехал 140 там, где стоял знак 35. Ты помял три машины. Оставь при себе свои оправдания. Разрушение. Сигнал? О, ты не включил сигнал поворота, сынок. Именно за это я оштрафую тебя. Новые трюковые эффекты, полное ощущение присутствия, незабываемая встряска. Только для Супер Нинтендо. Хе-хе-хе-хе-хе. Микромашинки. Ну уж очень нестандартные гонки предложили нам программисты. Ну кто в детстве не играл с игрушечными машинками в песочнике? На столе, на ковре, да и вообще где попало? Если вы игрались, эти гонки для вас. Невероятно, но картридж вмещает целых 28 разных трасс и 8 машинок. 11 разного уровня соперников, если играете один. И возможность сразиться с другом или даже с группой друзей. Вериться с трудом, но одним джойстиком могут управляться две машинки двумя игроками. Нет проблем с подсчетом очков, компьютер сам все подсчитывает. А вот где вам предстоит промчаться, увидите сами. Хочу сказать, что эта игра, как мне кажется, сможет в скором времени стать настоящим хитом среди игр для Супер Нинтендо. Вы только попробуйте и все поймете сами. И еще по секрету скажу, что в мини-турнире, который прошел перед съемками, я обыграла всю телегруппу. И если гонщики уже у финишной ленты, то истинным борьцам за призы пришло время ответить на новые вопросы раздачи слонов. Вопрос 1. Кто основал НХЛ, Национальную хоккейную лигу? Вопрос 2. Какая русская народная игра похожа на американский бейсбол? И 3. В мире много боевых искусств. В Японии карате, в Китае кунг-фу, а как называется наш украинский вид боевого искусства? В нашей викторине побежденных нет, а вот победителей есть. И сейчас я назову победителя, который правильно ответил на все три вопроса нашей прошлой викторины. А им стал, я закрываю глаза, не подглядываю, как всегда, им стал, им стал дяктер Юра. Мы тебя поздравляем, Юра, и дарим тебе вот этот вот классный картридж с игрой «Принц Перси». А правильные ответы прошлой викторины такие. Номер суперагента 007. Бориса Бомжинского можно встретить в игре «Топ Ганз». А бильярд в Россию завез Петр Первый. Берези играют все! Мне очень нравится, когда много болельщиков собираются вместе, и когда они громко кричат «Шайбу! Шайбу! Шайбу! Шайбу!» или «Судью на мыло!» Кричите, потому что сейчас хит-парад чемпионов! Пятерка самых лучших игр для самых лучших уставок. Суперпятерка для Супер Нинтендо. На пятом месте звезды космоса и звездного крыла. Их обгоняет невероятно быстрый кролик из Басте Баст Луз. Четвертое место. Приключения Гарри Питфола младшего в стране Майя на третьем месте. На втором месте ну очень увлекательные гонки Формула 0. А вот обойти космические болиды смогла лишь суперстрелялка для Супер Нинтендо с названием «Супер Роботектор». Не промахнитесь, ждем от вас вариантов ваших пятерок для Денги, Сеги и Супер Нинтендо. Наша программа закончилась. До свидания. Теперь все.